друзья добрый день с вами андрей сумку и это новый выпуск съедобный бизнес это 40 юбилейный выпуск чем можете меня поздравить в комментариях это видео я посвящаю моим юным подписчикам потому что он будет про все сладкие блюда на мы сегодня в кафе фриз в одной из локаций будем пробовать их сладкие вкусняшки оставайтесь с нами а на самом деле этот выпуск не только для наших младших подписчиков но и в том числе для людей которые планируют открывать какой-то интересный концепт и выбирают за аудиторию местное население владельцы этого заведения являются как раз эмирации и вот у них нужно поучиться как открывать концепт для своих в эмиратах очень любят все сладости вообще очень сладкие десерты с огромными порциями наполнены различными заправками сладкими джемами шоколадом и так далее поэтому поверьте мне на слово что здесь этот концепт успешен и он развивается с каждым месяцем открывая новую новую точку в среднем востоке поэтому оставайтесь с нами берите карандаш и записывайте что же любят местные кушать в ое это петербург ну江лard мы специализируем креп, панкккк, вафл и я очень рада тебя сегодня и я вам покажу вам что-то больше о том что неhost, как вы вы знаете Итак, начнем с крепем. Мы сегодня будем готовить микс чоколаде. Почему мы называем микс чоколаде крепе? Потому что у нас есть все чоколады. Мы будем ставить с нутелла, на top мы будем добавлять микс чоколаде, микс чоколаде и дак для вас. После этого мы будем готовить панкейки. Это очень вкусно. Мы будем готовить панкейки. Мы будем готовить панкейки для вас, нутелла и пистачки. Мы будем готовить панкейки, микс чоколаде, микс чоколаде и микс чоколаде. Мы будем готовить пресс, 18 из УАЭ, Абудави, Аджман, Саржа и все. Также мы будем готовить микс чоколаде. Мы уже в Оман, в Маскет и Сарала. Также мы будем готовить панкейки 2 микс чоколаде в Сауде-Арабиа. Таким образом, мы будем готовить панкейки. Также мы будем готовить панкейки. И в Алжатаф, мы можем увидеть панкейки, которые приходят в Маскет. Когда дети приходят, они могут быть в своем месте. Также мы проводим панкейки, которые мы проводим здесь. Ниа occasion, вы всегда были пригодны. Если вы хотите праздновать панкейки, если вы хотите дать панкейку, или в других панкейках, вы всегда были пригодны. Панкейки Камера из Маскет Железнол Панкейк Лакс Панкейк Субтитры подогнал «Симон» Спасибо! Спасибо! Ну вот, принесли нам первое блюдо – это крэпы с трио шоколадом, черный, молочный и белый шоколад. Сейчас будем пробовать. Крэпы вообще – это французское слово. Именно там начали готовить такого вида блины из гречневой муки вообще-то, и изначально они готовили их солеными. И уже когда это блюдо стало популярным в Европе везде, его начали готовить из обычной белой муки, сладкой в том числе. Топпинги хорошего качества, поэтому, несмотря на то, что все залито шоколадом, блюдо не суперпритерное, не суперсладкое. Сам блин нейтральный, поэтому есть определенный баланс и чувствуется разница шоколада, такая определенная игра вкуса. Всем сладкоежкам советы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас нам принесут американские блинчики. Это маленькие блинчики. В нашем случае они даже разноцветные. Вот, их поливают ассорти из соусов с фисташковой заправкой и кранчем фисташковым, и шоколад молочный с пудрой. Ну, выглядит очень прикольно. Вот так вот. Так, прибором нам не дали, я так понимаю, что нужно есть вот этими палочками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей. Ммм. Хрустящие снаружи и очень мягкие внутри. Отличный вкус. Отличный шить. Ммм. Пятерка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а сейчас нам принесут их фирме. Это фирменный десерт, который обязательно нужно пробовать, приходя во фрис. Вау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, как фирменный десерт с киндером, ред вельвет и дуо шоколада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Эмиратах можно найти красный бельвет. Десерт много где. Но здесь он особенно красив и выглядит очень аппетитно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, скажу, как есть. В данном случае спонж, он чем-то пропитан, но я не могу понять, чем, потому что шоколадный, на самом деле, очень много. Десерт ред вельвет обычно никак не относит как к шоколадному десерту. Но здесь он, опять же, залит шоколадными топпингами, поэтому я не могу сказать, какой же вкус преобладает внутри самого спонжа. Поэтому, опять же, любителям шоколада десерт понравится. Но это не классический ред вельвет, как принято подавать и пробовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мы ждем следующее блюдо, хочу вам показать крутую идею упаковки обычных салфеток для рук. Вот такие вот контейнеры ребята придумали и засовывают внутрь обычные салфетки. Это круто, как вы видите, стены тоже сделаны в виде контейнера, поэтому это классное дополнение к дизайну. Ну что, готово наше следующее блюдо. Это бельгийские вафли, которых не видно под толстым слоем шоколада. Но, не знаю, здесь в этом концепте принято все заливать шоколадом. Я ничего против этого не имею, но мне кажется, что это немножко может выглядеть однообразно. Ну, в принципе, если концепт успешен, людям нравится, то почему бы и нет, да? Ну, а мы пробуем вафли. Бельгийская вафля должна быть немножко хрустящая обязательно, не мягкая, не влажная. Да, очень неплохо. Также есть клубника и банан, которые добавляют немножко свежей сне, приторно-шоколадному вкусу. Назовем это так. Ну, вы сейчас, наверное, думаете, сидит, комплейнит, что все в шоколаде, но почему-то не останавливается есть. Да потому что на самом деле вкусно. Поэтому всем советую, приходите во фриз. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Завершаем нашу дегустацию классическим арабским десертом и двумя прикольными напитками. Начну с напитков. Это фирменный смурф милкшейк, фриз корпоративный голубой цвет, поэтому милкшейк тоже голубого цвета. А это арабский, как правильно сказать, кефир, наверное, лабне, который вбивается и добавляется с разными наполнителями. В данном случае он не сладкий, он острый, с читосами и немножко соленоватый. Да, вот такая вот концепция. То есть в ресторане все сладкое, но вот этот напиток по классике должен быть соленым. И десерт. Десерт это канафа. Это классический десерт, который готовится из канафской вермишели с добавлением козьего сыра. И его принято есть с сладким сиропом. В данном случае такой апгрейд это фисташковый топпинг и дробленая фисташка. У нас в предыдущем выпуске был классический рецепт в том числе. Пробуем. Вот видите, тянется вот этот вот сыр, который по классике должен здесь быть. Просто невероятно. Вот запил соленым лапмей. Прикол. Очень классно. Ну и пробуем милкшейк. Ой, милкшейк очень сладкий. Детям точно понравится. Что вам хочу сказать. Кафе Фриз был открыт несколько лет назад. Это локальный бренд. Он уже насчитывает 18 ресторанов в Арабских Эмиратах и 2 в Омане. Пользуется огромной популярностью. Здесь приходят покушать все. Особенно он поет по вкусу для детей, конечно же. Потому что здесь просто сладкий рай. Есть даже детский небольшой столик и стульчики. Так что дети точно не останутся равнодушными к этим всем сладостям. Спасибо, что смотрите канал «Съедобный бизнес». Мы будем продолжать радовать вас вкусной новой едой и замечательными концептами из ОАЭ и других стран. Оставайтесь с нами. Не забудьте поставить лайк этому выпуску. Оставить комментарии ниже. И быть подписанным на наш канал. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok